Эффективные модели взаимодействия религиозных конфессий и государства на основе мирового опыта проанализировали видные российские и зарубежные ученые, лидеры религиозных объединений. Место встречи – первый Московский международный форум. Он обещает стать ежегодным. Государство и религия – тандем современности. В Москве зарегистрировано около 40 религиозных конфессий. Впервые за 20 лет в столице России прошел религиозный международный форум «Религия и мир». Действительно отмечу, что это беспрецедентный и уникальный случай, когда мы собираем для откровенного и, может быть, даже в чем-то острого разговора представителей всех конфессий. Очень благодарен всем участникам. Если мы возьмем то лучшее, что вы сегодня нам посоветуете для реализации практической жизни. Формат форума «Религия и мир» охватил более 400 участников. В ходе дискуссионных площадок они выделили ряд базовых принципов, на которых, по их мнению, должно строиться партнерство религиозных общин и государства. Среди них – объединение усилий в отстаивании традиционных семейных ценностей, содействие утверждению в российском обществе духа миролюбия, веротерпимости и готовности служить ближнему, поиск форм господдержки социального служения религиозных объединений. Сегодня эти два мира как бы поменялись ролями. Сегодня в нашем обществе наблюдается расцвет религиозных традиций, реальная, а не декларируемая свобода вероисповедания. А в европейском обществе все чаще и чаще мы наблюдаем случаи гонений на религию, дискриминации по религиозному признаку и намеренного стремления вывести религиозные традиции в гетто, вывести их из общественного пространства. Московский международный форум «Религия и мир» должен стать ежегодной экспертной площадкой, которая будет привлекать для обсуждения актуальных тем представителей религиозных объединений, а также научного и экспертного сообщества, полагают его участники. Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.